Невозможно отрицать тот факт, что гаджеты заняли важную нишу в нашей жизни, а вместе с тем социальные сети. Все больше людей, в частности детей, становятся заложниками социальных сетей. Оттуда мы получаем актуальную информацию, имеем возможность быть в курсе всех событий, которые происходят в районе. Но в связи с тем, что это все-таки интернет, и под фотографии и профиля может скрываться кто угодно, возникает проблема в тедозволенности, безнаказанности и хамства. Здесь мы все должны быть точно не толерантны к такому отношению, и мы должны давать бой подобным сообщениям и подобным различным никам, которые сегодня присутствуют в сети. Потому что это точно не украшает ни тех, кто себя так называет, ни тех, кому пишут. Потому что когда вам лайкают в сети подобные товарищи под подобными никами, лично у меня это вызывает изжогу. С такой обстановкой дел в сети надо бороться, решила молодежная крыло всероссийской политической партии «Единая Россия». И выступила инициатором медиаланча. Сейчас на территории района несколько крупных и влиятельных информационных порталов. Их создатели тщательно следят за чистотой своих площадок, потому что знают, люди к их новостям прислушиваются, и они не имеют морального права писать выдуманные факты. Я в основном стараюсь представлять жителей города. Какое у него есть мнение, такое у него есть официальная информация, социальное мнение. Как создать культурно-информационный портал или сообщество в социальной сети, знают участники встречи. Они делились друг с другом технологиями, демонстрировали результаты проделанной работы. Самое главное, если у тебя пользователи, те, которые тебя комментируют, не ставят лайки. Лайки – это, ну, как бы такое, да, приятно. Но если они тебя комментируют, общаются с тобой, это самое главное, то есть они тебя читают. Собравшиеся на встречи блогеры стараются быть полезными жителям района. И на медиаланче они обсуждали возможности совместной реализации социально значимых проектов. Тех самых, которые действительно необходимы людям. Юлия Погосян, Владимир Бижонов, Елена Кошлева. Видное ТВ.